у нас куры повадили снестись прям в сене по этой лестнице я сейчас полезу за яйцами вот в эту норку которую выкопали сами куры 2 3 что не видно еще перерабатывает опять искать поедем это у нас постоянная история раз в жизни захочет для вас снять видео чтобы вы посмотрели как корову приходит домой не судьба друзья так ладно сейчас забираем яйца друзья никуда не расходимся сейчас вместе пойдем за коровами пойдем я николай петрович и вы мы вас возьмем с собой я держу пари что вы наверное не знаете как гонять коров где встречать коров но во всяком случае те из вас кто знали наверное это забыли парами конечно за коровами никто не ходит ходит по одному чтобы муж жена вместе шли за одной коровы ну это конечно вообще смешно поэтому мы сейчас сделаем такой закос чтобы весь хутор нас обсуждал вечером мой муж все время выходит вот так на балкон и смотрит где корова вам тебя бинокль может они с другой стороны появится может они с речки с речки да эта палка у тебя в руках вообще ни о чем вот у меня хорошая палка вот лишь какая вот дубина нет это моя это я ее нашла да вот видите у нас луж после потопа то место куда мы идем называть называется прогон смотрите здесь еще не перейдешь прогон это такая площадь прогон от такое место в хуторе куда хозяева собирают всех своих коров утром и где их встречают вечером то есть каждый хозяин приходит вот туда вот с такой палкой и забирает свою корову тут над строить мостик посмотри я не знаю кто-то растащил да это мой бывший свитер почему здесь валяется я не знаю да может быть дети когда-то играли лет десять назад вот в этой будке не знаю не знаю николай петрович пользуется случаем что я иду следом за ним и сразу надо меня подокапываться сколько раз ты ходил мимо этого свитера не у кого был спросить тебя было там и друзья вообще вы даже не сомневайтесь что самая главная трудяшка на всем деревенском ю тубе татьяна казачка конечно на меня сразу стал бурчать с тобой год ходить всех коров прозеваешь и вообще он неправильно идет он с полкой ходит неправильно когда я хожу с палкой я укладу на шею и цепляюсь двумя руками с двух сторон знаете как удобно идти вот попробовать как коромысло коль попробуй положить палку как коромысло так удобно здесь же нет гор да вот так вот удобно же так мы уже скоро дойдем а коров у нас хуторе мало осталось 20 чем то наверное из них 9 штук наших ну что если наших не будет то там сами подумайте штук 16 может быть нету 16 сколько всего их это наших половина в общем у двух хозяев можно сказать четыре пятых стадо ну вот мы пришли до прогона вот там уже стоит один человек говорит зорька 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 домой 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 идти домой 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 скорее 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 да вот тянут первая корова быстро идет домой домой о там уже весь бомонд в полном составе все хозяева уже здесь Я слышу это по голосам Так, вон идут все коровы А мы в числе опоздавших Но нам торопиться некуда Сейчас перехватываем своих И ведем домой Ну вот, все отбивают своих коров Мой муж тоже побежал Что-то они там нашли Яблоки Ой, там дети какие-то Привет 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 Иди-ка, там открыто Пастух возмущается Зачем детей с собой взяли Говорят, сейчас корову какая-нибудь понет Потом отвечай Ну он прав Они боятся Я же сказала, 25 коров стали Где-то так и есть Ну вот, каждый встречает своих коров Вот видите Загнали тех, которые разбегаются Вот наши все хозяева А это наши все коровы Да, пленка сняли Могик at all На полу-трогали Да, пленку сняли Да, пленку сняли Нет, сняли Ну а там есть орехи? Ничего нету. Одна вот такая вот. Ну вот я орехи там вот за столицу. Третья ее сорвала. И тут по дороге проезд. Там китайцев нету. Там корейцев. За половину тормячу. Ну и все. Сейчас они побегут в яблоки. Сейчас вот как раз пройдут в эту промежку. Да ты что, натекло за этот ливень? Полный, прям полный. Ну классно. Надо съесть на пруд посмотреть. Там наверное тоже воды набралось. А выловлю, у вас там вообще была катастрофа. Я смотрю, деревьев столько повалено. Ну да. А здесь не было ветра? У нас и яблони поломало. Не знаю, я в поле был, у меня не было такого ветра. Ну короче у нас деревья поломало. Яблони там ветки у верб посрывало. Приласкало. Все, коровы рассортировались. Все яблоки, все груши. Вот сейчас их надо будет отлавливать. Видите, они не хотят. Сейчас Маринке надо помочь. Не зря же я пришла. Ушло. Лада пошли, Лада. Эту! Вот так, эту палкой, а то пошли. А вот и Лада. Да вот она идет следом, сама. Ух. 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 Так, ну а наши разбежались. Я пойду по дороге встречать, а муж пойдет там выгонять их из деревьев. Деревьев. Вылезли наши быки. Ух. Ух. Но и Лада. Крэйс. Ну, естественно, в этот момент выгнать их Очень тяжело Я вообще за коровом без собаки не хожу Нет еще двух штук Семь И четыре Три и четыре, это семь А должно быть девять А двоих нет у кого-то Коровы серой нет Она была Она вон там застряла, наверное Восемь, ну серой коровы нет, короче Да Так, вон появился муж, кричит Чтобы она шла быстрее, мышки нет Вон она среди кустов Ну, вам не видно, а я вижу Камера, к сожалению, не передает Камера, к сожалению, не передает О, еще одна телка Мы еще одну не досчитались Камера, говорю, к сожалению, не передает Так как человеческий глаз Изображение, она не успевает Не рассматривает Глаз гораздо острее Если водить камеру так, как водишь глазами Когда что-то ищешь То вам это смотреть вообще будет невозможно Потому что не успевает камера ухватить все те нюансы Как если бы мы смотрели зрением Телки у нас огулялись Вот эти две телочки Соответственно, на мясо их продать не получится Между прочим, не каждый резчик Берется резать стильных коров Ну, потому что грех на душу, чтобы не брать Да, потому что У них тоже обычно есть хозяйство Давай не стой, иди Пошел Вот, и они для того, чтобы не нагрешить В общем, неохотно за это дело берутся Так что, скорее всего, они останутся Либо их надо будет продавать живьем Так Либо их надо будет продавать живьем Либо оставлять А гулялись они вот прям недавно в августе То есть телиться они будут в мае Если доживут, конечно, они до этих времен Что они будут телиться Коров мы на следующий год, я думаю, что оставим на подсос Потому что такие проблемы, как у нас есть со сбытом молока Конечно, иди носик Что-то там нашла вкусное Давай, иди Вот Конечно, если вдруг я сейчас выйду на базар Составлю конкуренцию Вот, смотри, они в эти теперь груши пошли Куда? Собаку хорошо, Бонна Она бы их сейчас так разогнала Что они бы ни на какие груши не останавливались Шли бы до самого дома спокойно Видите, они уже все знают Причем залезают так, что их оттуда не достанешь Корове же легче просочиться вот сюда, чем человеку Что, выгонять их отсюда или сами выйдут? Фу Смотри, что творят, а Свободно здесь, конечно, не пролезешь Приходится сгибаться При погибли, поэтому я говорю С собакой хорошо ходить Она маленькая Она среди всех этих веток Ну, правильно, видите, яблоки Вот они, китайки Наверное, те самые райские яблочки Которые взошли у меня Пошел! Ну, давай Друзья, скотина Это не кошечка С ними только так Дубина И командный голос Вы думаете, если бы сейчас стояли бы вот там И уговаривали бы их отсюда вернуться Они бы послушались Конечно, нет Поэтому только Кнут В данном случае Ветки сдернули мою красивую повязочку Так, канал надо обходить Там, где обходит бык Я там правильно решила Потому что в канаве у нас вода Так, соседская коза Которая бодается Вообще к ней подойти невозможно Сразу начинает бодаться Ага Захотел здесь проехать Не тут-то было Это раньше здесь можно было проехать А сейчас нет Так, друзья Ну все, мы пришли Вот так ходят за коровами Утром попроще Просто отгоняешь И все Без всяких закидонов Они встречаются там С остальными своими подружками И пастухах забирают И начинают пасти Начинается Ворота открываются Они пошли здесь Теперь грушу околачивать Так, их надо завернуть Что, Бобик? Все, иди дай мне пройти Уйди Он любит Прыгнуть на меня И испачкать Боб, уйди! Уйди Все, иди Пошел